Добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня». И редактор работаю я, Мария Ким, мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Мария Санхалырова. 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов, День российской печати. Этот день отмечается с 1991 года, но до 1991 года был другой праздник – День советской печати, который отмечался 5 мая. Именно 5 мая 1912 года вышел первый номер газеты «Правда». Сегодня у меня в гостях замечательные люди. Шеф-редактор, главные редакторы районных газет Наталья Валентиновна Кемлиль с интересной фамилией. Кемлиль. Здравствуйте. Елена Юрьевна Проскурина, главный редактор газеты «Индустрия севера. Город Нейрингвил». Здравствуйте. Здравствуйте. И Елена Иннокентиевна Ленькова, главный редактор газеты «Колымские новости. Верхнеколымский УЛУС». Здравствуйте. Я вас очень рада приветствовать у нас с заступающим праздником вас. И вчера прошло замечательное событие. Были подведены итоги 2023 года. С какими успехами вы входите в 2024-й? Меня зовут Наталья Кемлиль. Еще раз повторюсь. В первую очередь, конечно же, хочется поздравить своих коллег и всех коллег, которые работают в республике во благо наших жителей. Да, в первую очередь, во благо жителей работаем с профессиональным праздником. Конкретно по итогам, очень отрадно, что вчера отметили нашу редакцию. Мы заняли второе место среди арктических районов. Наш сайт, конкретно колумбскаяправда.рв, занял второе место среди арктических районов. Поздравляю. Замечательно. То есть у нас выросли количество просмотров, количество цитируемости, репостов, ну и просмотров, конечно же. И это несмотря на то, что у нас в районе, к сожалению, с интернет-связью, ну, такие незначительные проблемы. То есть мы нашим подписчикам нужны, они за нами следят, несмотря на плохой интернет. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Второе место, это вообще замечательно. У вас? Да, у нас также было вчера на мероприятии подвинение итогов, и наши сетевые издания, мы заняли второе место среди центральных районов республики Саха-Якутия, и мы признаны СММ-изданием года. Второе место в номинации СММ-издания года. Но это, конечно же, тоже, это наши соцсети. Мы ведем телеграм-канал газеты «Индустрия Севера», можно прочитать ВКонтакте, в Одноклассниках. Также у нас еще есть своя страничка на сайте YouTube. То есть газеты в том понимании, в котором они еще несколько лет назад принимались, мы немножко трансформировались. Сейчас каждая редакция, каждая газета представляет собой такой уникальный медиахолдинг. То есть мы делаем то, что раньше журналисты-печатники, они, конечно, не делали. И за введение как раз-таки соцсетей у нас было такое поощрение. Это по итогам, если говорить, об итогах 2023 года. Также у нас есть радостная новость. Наш верстальщик тоже, технический редактор, как правильно называть эту профессию. Татьяна Алак, она была удостоена благодарности и инноваций. Тоже мы ее от всей души пользуемся случаем. Поздравляем с этой новостью, везем ей диплом. Это тоже говорит о том, что у нас правильно был осуществлен переход в этом году, в 2023 году. Мы все перешли на новый портал, новый сайт. То есть мы как бы развиваемся, не стоим на месте. И этот переход, конечно, лег на плечи шеф-редакторов. Вот у нас в нашей редакции непосредственно Татьяна Алак осуществляет введение сайта «Индустрия севера». Вот за это, в принципе, и была поощрена. Ну а главным, конечно, нашим ключевым событием, наверное, не только наши газеты, вообще в целом всех журналистов Якутии 24 в 2023 году, как известно, был объявлен год труда. И первым представителем средств информации, который был удостоен этой премии, которую у нас Айсен Сергеевич очередил, стал фотоэкорреспондент нашей газеты. Это известный наш фотограф, журналист Юрий Николаевич Коковин. Мы, конечно, очень гордимся, и нам приятно, что именно журналист нашей газеты был достоин этой премии. И, пользуясь случаем, он сейчас находится в отпуске в Екатеринбурге. Хотится отдельно поздравить его, пожелать, что мы скорее, конечно, с нетерпением ждём его возвращения из отпуска, ну и будем работать на благо. Конечно, 2023 год для нашей газеты стал таким богатым на события, на награды. Ну, ждём в 2024 году, постараемся работать не хуже. Да, с такими результатами. Да, с такими результатами. Мне хочется пожелать всем, конечно, журналистам работать с ответственностью, понимая свою ответственность перед жителями, тем более в непростое для страны наше время. Ну и поздравить всех коллег. И особо хочется, конечно, поздравить наших неренгринских, мне лично, да, передать всем нашим неренгринским коллегам, нашим смешникам, да, как мы их называем. Ребят, всех с праздником. Спасибо. По итогам 2023 года наша редакция победила в номинации «Видеогода». Наши ледяные цветы, они разошлись не только по всей России и далеко за её пределами. Вот. Также наша газета стала выходить в новом дизайне, что позволило публиковать ещё больше обзоров, репортажей, интервью. И помимо изменения формата газеты у нас обновился сайт. Уже, как у всех, ребят. Вот смотрите, да, несмотря на то, что, вроде бы, районная газета, ну, газета представляется такое вот печатное издание, которое мы раскрываем, да, и вкусно пахнущее, прям это ностальгические такие у неё воспоминания. Но несмотря ни на что, вы идёте очень прям в темпе, в ногу, со временем вы делаете, открываете свои сайты во всех социальных сетях, в «Одноклассниках», в «Контакте». И с таким же успехом вы практически, да, вот в 2023 год показал, что эта работа всей вашей команды, она принесла для всей вашей редакции, для ваших газет успех. Да, так и есть. Ага. Ну, и несмотря на это, я вот хочу задать вопрос, как вы? А вот эти вот газеты, то у вас как? Вот с этим, жители как, насколько они активно у вас выписывают? Как вот верстальщики? Это прям такое вообще, это профессия замечательная. Я когда маленькая была, постоянно в детстве приходила, и вот эту вот газету смотрела, как валёк на спидешь. Это шикарно, прям запах до сих пор помню. Извиняюсь, насколько у вас выписывают газеты? Ну, вот несмотря на стремительное развитие электронных СМИ, всё-таки печатная газета, она востребована. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Ну, и тоже, конечно, помимо больших проблем, конечно, проблема интернета. Поэтому она всё-таки востребована. И, ну, о жизни стране в республике можно узнать из центральных СМИ, да? О жизни района, только из местных газет. Да. Она как зеркало истории района. И у руля стоите вы, со всей вашей командой. Молодцы, какие. И здесь тоже хочется добавить, да, соглашусь с мнением своего главного редактора. Это Акула-Пера, наш Алексей Дмитриевич Курила. Его... Да, да, да. Переисуем от меня. Хорошо, передам обязательно. У него, знаете, какое мнение, да? В своё время все в период развития кинематографа, видео, медиапространства, на сайтах, да, все переживали, что театр со временем потеряет свою актуальность. Да, было такое и есть до сих пор. Но хочу сказать, что театр жил, жив и будет развиваться. Также и с печатными изданиями. Печатные издания жили, живы и будем жить. То есть идём в ногу со временем. В связи со сложной транспортной логистикой, отсутствием интернета, печатные издания в арктических районах, да, вот как Верхнеколыбский район, Среднеколыбский район, они у нас актуальны и нужны. Читатели нас любят и читают. Конечно, все районные новости, всё то, что происходит, и чем дышит район, это вы. Это ваша работа. Я вас от всей души поздравляю. И спасибо большое, что вы приехали и нашли время прийти к нам на эфир. Надеюсь, это не в последний раз. Первый, но не в последний раз. Очень рада тоже. Что хочется сказать, наш Нерингринский район, он, конечно, в отличие от северных, у нас интернет давно развит, всё у нас хорошо, но, тем не менее, печатная версия тоже имеет место быть. И, в принципе, у нас госзадание, по которому мы, естественно, выполняем. Более того, стоит задача по увеличению подписки именно на печатное издание. Сейчас, конечно, каждая редакция над этим усиленно работает. Ну, в основном, конечно же, в Нерингринском районе печатную версию читают пенсионеры, ветераны. Но есть, в принципе, достаточно много людей, которым приятно именно в руках подержать печатную газету. Ну, и несмотря ни на что, как показала практика, если нужна какая-то информация, все звонят в редакцию. А вот выходила статья. То есть, несмотря на то, что даже на нашем сайте бывает, и серверы могут сломаться. То есть, печатное слово, что написано пером, не вырубишь топором. Вот эта истина, она актуальна до сих пор и в наше время. И в случае поиска какой-то информации, когда особенно какие-то юбилейные мероприятия, то есть, газета является летописью, история Нерингринского района, очень часто звонят, обращаются, вот можно через вас, ищут, находят. Поэтому, в принципе, пока печатная версия будет нужна, пока люди будут выписывать газету, естественно, наша задача — выпускать ее столько, сколько она будет востребована. Сколько на это ходят споры, говорят, что, может быть, наоборот, кто-то говорит о том, что все-таки газеты будут продолжать, что все-таки мы уйдем от интернета. Ну, есть несколько вариантов видения того, что будет. Мы сейчас готовы к любому развитию сценарии. Будет печатная версия, не будет печатной версии. То есть, мы сейчас уже, как я уже сказала, стали немножечко многофункциональными в этом плане. Да, то есть, поэтому газета будет. Будет либо она печатная, либо она станет только электронным варианте, покажет время. Уже там на любителе. Да, пока она есть, печатная версия. И, конечно же, нам очень радует вот эта бумажная версия, которая есть. И пока, да, слава богу, что она есть. Ну, хочется тут тоже... Секунду, простите меня, пожалуйста. Тут телефонный звонок у нас поступил в студию. Кто-то очень хочет с нами поговорить. Давайте, конечно. Наушники одень. Так, а где наушники? Вот эти вот наушники снимаем. Ага, здравствуйте. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Алло. Ага. Доброго, хорошего, наступившего Нового года всех и с наступающим вас праздником завтрашним. И нашего главного редактора Колымский Новости. С Новым годом, всех благ. С Рождеством, Ангелы Хранили. Отличного, хорошего Нового года. Всех благ, с Богом. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно. Спасибо большое. Ну, это я так поняла, что, наверное, не вопрос был, о пожелании, да, Колымский Новости. Ваши земляки звонят. А узнали по голосу? Да. Спасибо большое за звонок. И вы ещё хотели, да? Да, вот по печатным, да, по печатным изданиям работаю в газете уже седьмой год. Смотрю, что газета нужна, наверное, как и во всех редакциях есть подшивки газет, да, начиная вот с первой подшивки и по прошлый год. К вам тоже, наверное, приходят и студенты, и школьники, и преподаватели, и работники бюджетных учреждений, которые периодически приходят и просматривают подшивки газет. Историю района. Историю района. Ищут информацию по, допустим, можно, пожалуйста, номер газеты, номер 86, номер, ну, от 2003 года. То есть газета нужна. Да. Всегда. Да. И эту целую историю вы храните вот этими годами. Да, редакция. Да, у нас целая год. В нашей редакции хранится газета с 1938 года. С 1938. Это, я так понимаю, скорее всего, это были первые выпуски, да? Первые выпуски. И тогда газета наша называлась «Колымский водник», и она относилась к Колымо-Негирскому лесному, речному пароходству. А с 1954 года она вот стала уже районной. И переименовалась в «Колымские новости». Ну, было много. Хорошо. А я вот хотела ещё узнать про вот эти вот ледяные цветы, про видео, которое сейчас принёс вам большой успех не только в республике нашей, а ещё и за пределами России. Что за ледяные цветы? Это удивительно редкое природное явление. Оно возникает от резкой перемены погоды. То есть тёплая, потом резко похолодала. Перепады. Да, перепады. И на поверхности воды возникают цветочки такие ледяные. Они прям пёрышками идут. И получается, как будто они такие воздушные, лёгкие, прям парят над зеркальной поверхностью льда. И вот это вот видео вы засняли? Это видео я снял в селе Нелемне, на реке Сачный, житель Нелемного Иван Миронов. Случайно. Потому что они очень долго, как бы, ну, буквально вот они, короткое время. Ну, тогда я так понимаю, что в вашей газете не только вот ваша команда, там ещё и жители принимают участие активные. Да, мы сейчас пытаемся, да, набираем штат общественных корреспондентов. Задача такая тоже поставлена руководством Сахапичати о том, что, ну, максимально охватить. То есть сама Якутия по себе, да, очень большой регион, в самой большой стране. Но и каждый район также, в каждом районе, да, есть на связи наследие, да, вот у нас тоже там несколько, да, поселений. И сейчас, да, стоит задача максимально охватывать инфоповодами. То есть сейчас мы будем набирать штат общественных корреспондентов в каждом посёлке, чтобы, ну, максимально конкретно, да, вот, то есть Сахапичати, это вообще вот такое уникальное, наверное, единственное в России, я бы даже сказала, учреждение, да, которое вот в себе генерирует 34 районных редакции. То есть в каждом районе республики есть своя редакция. Это очень круто. То есть не каждое информационное агентство может похвастаться тем, что вот там на месте, да, кто-то есть. И сейчас вот задача такая, чтобы не то, что в каждом районе, да, в каждом поселении каждого района республики у нас был человек, который бы освещал. То есть максимально вот показывать, да, те проблемы, либо рассказывать о жизни о уникальных людях, которые вот где-то в отдалённых, да, уголках района живут. Вот такая задача перед нами сейчас стоит. А я тут, наверное, можно ещё добавлю, мне кажется, ещё не в каждом регионе. Конечно. Такого вообще нет ни везде. В каждом районе, в области была редакция, ещё и редакция же поддерживается. Конечно. В прошлом году повышение зарплаты у вас. Да, за это очень хочется поблагодарить бывшего уже министра, который вот всячески, это была, кстати, его идея. Сейчас уже заместитель. Сейчас заместитель, да, председатель правительства. У нас вчера тоже поздравлял. Было очень приятно его внимание. Он и продолжает поддерживать, то есть он понимает важность того, что газеты, да, сейчас пока нужны, важны, да, то есть спасибо ему огромное. Вот. И по его, да, тоже инициативе впервые, наверное, за многие-многие годы было наше повышение индексации, тоже огромная благодарность, потому что, ну, к сожалению, если говорить о проблемах, которые есть, был, конечно, ну, низкий, да, уровень зарплаты, то есть если, потому что мы причислены, да, журналисты категории и прочие, к сожалению, да, мы бюджетники, но вот категория и прочая, она очень многие годы не индексировалась, да. Ну, вот Нюрген Михайловна Стручкова, наш генеральный директор, при поддержке, да, министерство нас поддержало, правительство республики Саха-Якутия, да, депутаты госсобраний Ултумен, им тоже отдельная благодарность за то, что было принято такое решение, потому что на самом деле и журналистов-то не хватает, вот кадровый голод, есть тоже такая проблема. Журналистики тоже. Журналистики, к сожалению, да, мы вот не можем, есть такая, да, проблема на сегодняшний день, профессиональных журналистов не хватает. Сейчас мы, многие говорили, очень много сейчас блогеров, которые мыслят, что, но на самом деле не каждый блогер, да, понимает ответственность за ту информацию, которую он несёт в массы. А журналист всё-таки это человек профессионально обученный и который знает вообще о законах журналистики, понимает, что это очень важно и очень ответственно вообще на самом деле. Очень сложная профессия, которая иногда меняет вообще мир, мировоззрение журналистов, он всё-таки, да, есть такое понятие, да, как третья власть, и не каждый человек, к сожалению, да, то есть какая-то цензура всё равно должна быть, чтобы не навредить, не навредить, и всё будет нормально. Вот, поэтому, да, спасибо огромное за рост зарплат журналистам, это тоже, кстати, достижение многих работников, которые мы очень благодарны, которое было в 2023 году, это всё было, и сейчас, также в 2024 году нам говорят о том, что будут поддерживаться средства массовой информации, ну, не было, да, многие годы поддержки редакции, и вот с 2020 года просто каждый год у нас просто масштабно, да, мы меняемся, и нас это очень радует, это очень радует. Ну и 2023 год практически он не даст нам остановиться и идти только вперёд, 2024 уже всё наступило, и какие у вас планы? Ну... Планов, конечно, у нас много. Много, да, хотелось бы много, но основные планы, конечно, это увеличение охвата в соцсетях, развитие сайта, и главное — сохранение тиража печатной газеты. Вот это вот главная задача. Ну, я так понимаю, что буквально до начала передачи мы разговаривали о том, что охват изданий, вот печатного издания у вас не падает, он растёт. Он только растёт, да, и в целом я по итогам 2023 года, да, портал «Улус-Медиа», который включает в себя 34 районных редакции, да, то есть мы все, каждая газета — это маленький кусочек портала «Улус-Медиа». И по итогам 2023 года нам вчера объявили, мы все очень обрадовались о том, что портал «Улус-Медиа» был признан интернет-изданием года, да, то есть это очень такая большая победа нас всех, то есть нам вчера показали о том, как растут наши рейтинги, как-то растёт наше число подписчиков, просмотров просто, ну, невероятно, то есть даже тот план, который ставила, да, перед нами руководство, он был перевыполнен в разы. Мы сами не ожидали, то есть, ну, значит, мы идём в правильном направлении и будем, в принципе, двигаться, как уже сказала Елена, да, моя коллега, в этом же направлении по увеличению подписки. Да, большие задачи стоят, то есть у нас много событий, которые мы ждём, да, это и выборы президента России, естественно, на ГосСМИ Дети Азии, да, большие Дети Азии. Да, Дети Азии. Да, мы, да, вот сейчас буквально в скором времени должно быть подписано соглашение и Саха Печать будет официально, да, информационным партнёром проведения Игр Дети Азии. Сейчас мы формируем от каждой редакции журналистов, фотографов, которые будут работать на освещение этого мероприятия. Да, в марте у нас пройдёт обучение, и вот мы готовимся к освещению этого крупного события. После рекламы мы продолжим наш разговор. Ещё раз добрый день, дорогие наши телезрители и радиослушатели. Сегодня я напомню, кто у меня в гостях. У меня в гостях замечательные люди. Шеф-редактор газеты «Колымская правда» Наталья Валентиновна Кембли, Елена Юрьевна Проскурина, главный редактор газеты «Индустрия севера» город Нерингре, и Елена Иннокентиевна Ленькова, главный редактор газеты «Колымские новости» Верхнеколымский УЛУС. Завтра, 13 января, мы отмечаем День российской печати. И сегодня вот пришли ко мне замечательные редакторы районных газет, и мы разговариваем, продолжаем разговаривать о том, какие у вас там события происходят в районах. Но, опять же, я уже хочу вернуться к тому моменту, когда вот во время рекламы вы рассказывали про новости, которые касаются жителей ваших районов. И вы рассказали про слесаря Назара. Да, рассказать, да? Очень интересная история. Сейчас Наталья Валентиновна расскажет. Так, у нас в Нижнеколымском районе есть очень много людей талантливых, добрых, про которых охота писать и писать. У нас специально в газете на сайте есть рубрика «Твои люди север, твои люди Арктика». В прошлом году у нас в год труда также была рубрика «Человек труда». Хочется отметить одного такого работника Нижнеколымского филиала ГУБ ЖКХ в селе Колымск. Это Назар Портненко. Это такой человек золотой в любое время, в любой час. Он может прийти на помощь жителям села Колымское, устранить аварию, помочь там прикрутить трубы. И совершенно бесплатно. Прямо по зову и сердце. По зову и сердце, да. И в декабре месяце жительница села Колымское, точнее, директор музыкальной школы Анжела Копылова решила организовать такой маленький сюрприз для Назара Портненко. Организовала сбор, где мы скинулись на покупку большого, огромного телевизора. У Назара, оказывается, дома не было этого телевизора. И в преддверии 31 декабря на остаток средств, которые мы собрали, организовали большое чаепитие в музее имени Николая Ивановича Таврат. И в торжественной обстановке вручили этот телевизор Назару Портненко. Ну, этот человек такой скромный. Ему даже, по-моему, неудобно было принимать этот подарок. Ну, видите, вот... Наверное, даже это вообще первый телевизор в его жизни, да? Нет-нет-нет. Ну, до этого, наверное, были телевизоры. Но он особо в нём мне не нуждается. Да. Ну, вот видите, наверное, в каждом районе есть такие люди, да, скромные. Про которых интересно рассказывать. Про которых интересно рассказывать. И что самое интересное, когда мы выкладываем на наш портал, на наш сайт колымскоправда.рф вот про людей, да, обычных людей, которые проживают в отдалённых наследах, про оленеводов, про старожилов. У нас просмотры прям вообще высокие. То есть людям интересно... Плейстоценовый парк. Вот, про плейстоценовый парк это вообще... Отдельная история. Отдельная история. У нас, если на телеграм-канал мы выпускаем какой-нибудь видеоролик, касающийся наших северных верблюдов, которые у нас есть в Нижнеколымском районе, вот в Плейстоценовом парке, у нас просмотры идут за 3 тысячи, за 4 тысячи. Это практически... Это ваш вуз ещё и за пределами. Да, ещё и за пределами. То есть репосты растут, да? То есть нашим читателям, подписчикам очень интересно узнать про обыденность. Про каждый день. Про каждый день. То, что у нас происходит в Нижнеколомске. Ну, так же, наверное, как и в ваших районах. Обычная жизнь. Обычная жизнь. Про интересных людей, про трудовые династии, про лесу, который живёт. Про лесу, который живёт на вокзале, подружилась с собакой. Да, это была уникальная история. У нас вообще, да, самая, наверное, популярная рубрика. И печатную версию, в принципе, зачастую ждут. Вот у нас рубрика есть нашего, кстати, фотокорреспондента. Не просто так он получил эту премию. Он ведёт у нас в газете рубрику «Лесная газета». И его истории просто, как бы, тоже трогают всегда до глубины души. Юрий Николаевич, да, он не только снимает природу, он ещё очень интересно пишет. То есть у него свой слог такой литературный больше. Если мы там привыкли, да, журналисты больше, к новостным материалам, то он так литературным языком описывает всё. И как будто, вот, действительно, закрыв глаза, представляешь это всё даже без его удивительных фотографий. И вот это, да, история уникальная, когда Лиса подружилась с собакой, которую, да, эту историю читали. Нам звонили с центральных каналов из России, да, в частности, просили, да, поделиться материалом, рассказать подробнее. Да, это уникальная история, когда вот Лиса подружилась с собакой. И живут. И её стая, да, в которой она жила собачья, она от неё отказалась. То есть это было настолько уникально, что её свои, да, потом же вот не приняли. И вот как вот эта дружба лисы и собаки, это было, конечно, удивительно. История про одноногого охотника, да, тоже вот недавно вышедшая, тоже нашумевшая история о том, как человек с одной ногой ходит на охоту, не теряет силы в себе, да, то есть человек продолжает жить. Это тоже вот Юрий Николаевич Коковин, вот он умеет, да, находить таких уникальных людей, которые, правда, живут в районах, о которых даже никто, по большому счёту, не знает. Но в этом, наверное, наша, да, грубо говоря, фишка, да, если это так можно сказать, именно газетных материалов, то есть информационных агентств сейчас много. Иногда читаешь, у всех одно и то же, все, ну, по большому счёту, да, федеральная повестка, у всех одинаковые новости про соцвыплаты, там, про какие-то крупные мероприятия. Газеты, наверное, этими отличаются. О том, что новостные, информагентства, они, конечно, не будут вот так подробно писать, да, вкусно писать, рассказывать об уникальных людях, да, у нас это, конечно, ещё наше венкийское село Йенгро, да, тоже уникальные люди в нём живут, оленеводы, школа Арктика, конечно, то есть, ну, у каждого района есть чем гордиться, о ком писать, о ком рассказывать, и такие новости, они, конечно, интересны не только жителям республики, они очень интересны вообще и россиянам в целом они разбирают, да, то есть, да, какие-то о природе, о животных, которые живут, ну, и, конечно же, о людях, и они даже за пределы России, то есть, мы сейчас можем отслеживать, да, по статистике нас этому научили, мы смотрим, кто читает наши новости, с каких районов, регионов России, когда ты смотришь, то ничего себе, даже из-за рубежа читают, но это, наверное, вот ради этого, наверное, мы все и работаем. Вот, далеко не ходить до вашей истории с ковымскими ледяными цветами Россия просмотрела и в результате 2023 год принес вам, это принесло успех, это видео. Людям нравится именно то, что, когда мы рассказываем о тех событиях, которыми живет район, что происходит, природа. наши морозы уникальные, вот эти вот кадры, они не устают радовать вот этих ресничек, наш якутский макияж, который, да, это вот всегда интересно. Якутский макияж называется? Это вот эти фотографии, они расходятся, да. Ну, мы в этом, в принципе, популяризируем, да, нашу Якутию, рассказываем о туризме, да, о том, что действительно интересно, да, о том, что к нам тоже в Якутии можно приезжать, и вот каждая газета, рассказывая о жизни, в принципе, поднимает рейтинг региона, потому что у нас, действительно, мы на коммуникальном месте, да, в России живем, ну, которое заслуживает того, чтобы сюда приезжали со всей России. Да, и за любым видом туризма, мне кажется, прямо плейстоценовый парк, Нижнековымский улоз. Да, у нас помимо плейстоценового парка есть государственный природный заповедник и Движие острова. И тут хочется отметить, что у нас очень хорошее взаимодействие вот с руководителями. Вот плейстоценовый парк, это Никита Зимов, который всегда выйдет на связь, увезет, привезет, покажет, как транспортировка проходит, то есть обратная связь хорошая. Иван Павлович Сустолов, это тоже бывший глава Нижнековымский улоз. Он сейчас директор Медвежьих островов. И вот эти белые мишки хорошенькие, это просто... Сдалека только, конечно, мишки хорошенькие. Да, нет, они прям, когда бывает, проходит облюд, у нас Алексей Дмитриевич, он такой человек, он всегда найдет такой кадр хороший, сфотографирует. И сфотографирует не просто с вертолета, они могут прям высадиться и... На свой страх и риск пойти. На свой страх. Объективы хорошие. Объективы хорошие. Ну, и знает точку, наверное, где как бы хорошие кадры... Профессионалы. Ну, все мы журналисты-универсалы. Если мы пишем про систему ЖКХ, то есть мы должны разбираться в системе ЖКХ. Если мы пишем про систему электроснабжения, мы тут же перевобращаемся в электриков. Если мы пишем про сельское хозяйство, то есть мы должны знать, что такое лениводство, что такое скотоводство. То есть каждый журналист, у нас человек, это такой универсал. Мы должны знать всё и про всех. Ну, и самое главное, конечно же, закон о смене. Закон о смене. Который никто никогда не отменит. Ну, в любом случае, заходят истории очень, да, вот про людей, про... Как год педагога-то у вас прошёл. Замечательно, конечно, да. Я видела, сама лично видела вот эти вот рубрики, которые вы вводили, про рассказывали про своих педагогов, про учителей, про наставников районов. Вот очень интересные истории. У нас вообще уровень образования в Якутии считается очень высоким. И в частности, в Нюрингринском районе тоже, когда у нас приезжают. Но у нас район, к счастью, да, пока мы, конечно, рады тому, что у нас население растёт. Если, допустим, ещё лет 10 назад школы, да, ну, как сокращали, да, какие-то пустовали, да, не хватало детей, то сейчас у нас такая тенденция к росту детей, соответственно, и учителей. Ну, несмотря ни на что, уровень образования в Нюрингринском районе очень высокий. Это вот говорят и рост стубальников наших. Ну, и вообще в целом. И хватает мест в школах, вот что радует. И в детских садах, и в школах. Пока мы ещё рады тому, что у нас это есть. Ну, и радует тот момент, что вот сейчас тоже у нас глава Нюрингринского района говорит о том, что надо быть готовым к тому, что Нюрингринский район развивается. Мы вообще, вектор развития направлен, да, вот в нашу сторону. Ну, и благодаря реализации мастер-плана, благодаря тому, что реализуется указ о социально-экономическом развитии района. Здесь, конечно, надо сказать спасибо нашим промышленникам. Компания «Колмар» и «Эльга Уголь», которые вот просто за счёт них город получил второе развитие. Вот, приятно об этом писать, приятно рассказывать, да, о людях, о педагогах. То есть, ну, конечно, да, в основном промышленный город, это, конечно, работники угольной сферы, но вот сейчас у нас и железо-рудное месорождение развивается. Золоторудное тоже, как бы, ну, идёт у нас, да, на обочаре. И средств за этим всё равно у нас, естественно, востребована и социальная сфера, да, то есть это те же педагоги, врачи и так далее, да, рассказывать есть о чём, да, все, каждый район, да, у нас реконструкция, наконец-то за столько лет у нас реконструкция нашего здравоохранения идёт. Пока, конечно, мы говорим о ремонтах, но пытаемся и привлекать, конечно же, врачей. Вот, мы, конечно, мы рады. Жители Нью-Клинского района, ну, все, ни один, наверное, не скажет о том, что не видят положительных перемен, происходящих у нас. Рассказывать, конечно, рассказывать, об этом сейчас писать, когда есть о чём хорошем писать, но нам тоже, конечно, нас это радует, когда можно рассказать о том, что у нас всё хорошо и будет ещё лучше. В северных районах, конечно, немножко другая ситуация, всё-таки нехватка кадров, но вот эти хорошо работают программы «Земский учитель», «Земский доктор». Люди летят. Привлекают, да. И ещё плюс повышение же у них по выплатам сейчас, да, по «Земскому доктору», по «Земскому учителю». А насколько активно они прибывают именно вот в ваш район? В этом году у нас приехали два врача. Это 23-й? Да. В 2023 году, да, по этим программам. Учителя, конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Но они едут и остаётся? Ну, эта проблема, она, да, она актуальна вообще для всей России. У нас тоже, к сожалению, да, мы говорим о том, что у нас ремонт медучреждений идут, врачей, конечно, острая нехватка. Тема здравоохранения, к сожалению, пока, несмотря на всё, что у нас тоже та самая больная как бы тема. И причина, наверное, того, что, некоторые всё равно покидают район. Многие приезжают, но и когда вот анализируешь ситуацию, тоже разговариваешь с людьми, почему вы уезжаете, ну, вот медицина, к сожалению, да, пока вот не на том уровне, к которым хотелось. Учителей тоже сейчас у нас нехватка. Вот, но эта ситуация, к сожалению, она для всей России. Нельзя сказать, что это вот только для Нерудинского района, либо, вернее, Колымского, либо какого-то, для Якутии. Такая ситуация, к сожалению, сейчас вообще. И рабочих специальностей не хватает. Вот у нас просто борьба за те же, да, набрать рост промышленности, планы есть, набрать людей. Компании тоже принимают такие громадные просто усилия о том, чтобы поднять. Но, как бы, есть спрос, может быть, действительно, и наконец-то сейчас ситуация вообще в целом в России может быть поменяется. Мы на это надеемся, а нацпроекты должны, конечно, это посоветовать. Они уже свое дело делают. то, что касается безопасных, качественных автомобильных ПКАД, то, что вот километры, нацпроект здравоохранения, нацпроект культура, инициированный Владимиром Путиным, мне кажется, они уже дают свои плоды. Ну, и, конечно же, год труда. Год труда. Год труда у вас в Ниренгре, и вы уже рассказали, то, что у вас... У нас было два, кстати, да, с нашего района. Это было два человека. Один тоже из них работник как раз-таки угольной сферы, и вот у нас два было награжденных с Ниренгринского района. это как бы, наверное... 2023 для вас очень было. такой действительно знаменательный. Для района были действительно многие победы, это и мастер-план, который нам удалось реализовать. Поэтому мы все полны. Вот парк у нас будет сейчас возле Дома культуры, новый в центре. Тоже не может не радовать, конечно, потому что благоустройство, это тоже такая одна из проблем ЖКХ, благоустройство, они актуальны. И, конечно, чем больше будет привлекателен наш город, люди, конечно, мы ждём, что будут к нам приезжать. Вот Ниренгре, да, промышленный город, он такой хороший, в своём... Молодой относительно, да, других. Северный район уже тоже очень красивый, они же так отличаются своими климатическими условиями, это, конечно, в первую очередь, а какие природы, какая природа, какие горы, я тут быстренько-быстренько несколько сразу этих путаюсь, и... это я отошла маленечко, лилическое состояние было, поэтому год труда как у вас прошёл. Так, ну, в первую очередь в Нижнеколомском районе одно из самых долгожданных, радостных событий это открытие взлётно-посадочной полосы, который проходил в прямом эфире Москва, Черский, Черский, и, если не ошибаюсь, Красноярск, по-моему. Вот я не помню, точно помню. Да, как у Третий Горь, ну, то есть три взлётно-посадочные полосы. Это же долгожданное, практически историческое событие. Да, историческое событие, которое мы ждали, мы два года летали через Среднеколымск с тыковочными рейсами, население, конечно же, понимало, но немножечко устало, да, полосу принимал у нас сам Владимир Владимирович Путин и Осень Сергеевич Николаев, который находился в городе Москва. Это тоже было такое интересное мероприятие, открывали мы в два часа ночи. Вы никогда этого не забудете. Да, этого мы не забудем. И погода тогда была минус 35, и ветер был южный, да, холодный. Приехали коллеги с НВК Саха, тоже, у них видеокамеры мёрзнут, микрофон там не работает, всё перезаряжаемся, идём в палатку, отогреваем. То есть, самое такое значимое событие, конечно же, здесь хочется отметить работников спецмонтажа, которые на протяжении двух лет строили вот эту нашу взлётно-посадочную полосу, и учреждения, которые им помогали, это дороги Арктики и Нижнеколымский филиал Губшикаха. То есть, совместно они построили, получается, нашу долгожданную взлётно-посадочную полосу, и мы теперь, наконец-то, летаем прямым рейсом ресурсом в Якутске. Ну, ещё будут там впереди большие планы. больших планов, конечно же, много, да, в районе. Сейчас, как отметили мои коллеги, это кадровый вопрос здравоохранения, образования. Очень надеемся, что с введением вот этих вот новых программ, ещё дополнительных, социальной поддержки, да, социальной поддержки, у нас в сфере образования будет, ну, приток новых учителей, и по здравоохранению, конечно же, врачей очень не хватает, и благодаря программе «Земский доктор» очень надеемся, что врачи прибудут. Я очень надеюсь, что у вас, вот, очень надеюсь, что вы ко мне не в последний раз пришли, потому что сейчас меня уже предупредили, что всего лишь минута, а у меня такое чувство, что я с вами не наговорила. Я вам, я вас приглашаю отдельно, и вы как сможете тоже вот приедете в Якутск, вы ко мне звоните, и мы будем встречаться и разговаривать про районные газеты. Мы очень рады, спасибо за приглашение. Спасибо большое. Дорогие коллеги. Всех коллегам. И спасибо большое, что вы пришли. Поздравляю вас с наступившим 2024 годом, и всегда буду вас читать, и всех призываю, телезрители, радиослушатели, читать районные газеты, там, на интереснейшие статьи, рассказы о людях и о районе в целом. До свидания. До свидания.